Добрый день! Хвастаются количеством примарий, рассказывают в очередной раз об успехах и так далее. Могу сказать, что сегодня партия власти в основном присутствует только в населенных пунктах, в селах, особенно на севере Молдовы. Я очень признателен всем гражданам Молдовы за то, что они начали разбираться в том, что происходит. Судя по результатам, особенно на севере, очевидно, что жители городов и двух муниципий понимают, или разобрались, куда сейчас миллиард из молдавской банковской системы. До села-то еще информация не дошла. И понятно это по каким причинам. Сегодня ночью начали рассказывать про шесть городов, потом про восемь. Итоги. Значит, мы во втором туре выиграли выборы в одиннадцати городах. Дандюшаны, Дрокиа, Шалданешты, Фалешты, Флорешты, Гладяны, Басарабяска, Камрад, Вулканешты, Рыжканы, Чадролу, на стопе, извиняюсь. Рыжканы выиграли в первом туре десять городов. К этому мы добавляем бельцы и Рыжканы, которые выиграли в первом туре. Значит, абсолютно случайно, я считаю, мы не выиграли в Сороках. Последний день там пел Филат с данным баланом Ленда-Календа, поэтому вот этот один процент как раз и помешал нам победе. Но скоро они Ленда-Календа будут петь по всей стране, кто-то в тюрьме, поэтому пусть пока поют. Значит, на севере Молдовы в Сороках присутствует партия либерал-демократов, в Единцах пока присутствует демпартия. Что значит пока? Значит, в течение последних там 10-12 часов результат колеблется между 13 и одним буллетеном, в пользу демпартии. Но что интересно, что были признаны недействителями 90 избирательных буллетенов. Значит, 90 признаны недействителями, есть там поправки маркером уже выясняются, поэтому я примерно понимаю, кто там в демпартии отвечал за город Единец и что там произошло. Плюс я видел эту жалкую картину за три дня до выборов, когда контр-кандидат наш Кожикару от демпартии привез там 40 маршрутов людей на концерт, которые по заданию хлопали не очень охотно. Я видел реакцию людей в Единцах, поэтому мы можем, мы потребовали в Единцах пересчета. И я не удивлюсь, если все-таки в городе Единец будут перевыборы. Потому что когда начинают маркерами что-то закирать, что-то менять в протоколах на том или ином участке, ну это вот перебор даже для молдавской демократии. Как я говорил, мы также выиграли в двух городах, да, это не является городами райцентра, но тем не менее мы выиграли в Беруинце, в город-районе Санчирей, выиграли в Яргоре. Мне нравится другое, что у нас практически нет ни одного города, где мы выиграли, где результат, ну какой-нибудь такой, там, 51 на 49 или там 52 на 48. У нас очень красивые цифры. Дандюшана 67%, Дроки 79%, Шалданешны 56%, Фалешны почти 80%, Фалешны почти 58%, Гладяны 71%, Басаравянска 61%, Далее Камрад 55%, Итри, Буканешны 59%, Рыжканы 57%, Чадыр-Лунга 55%, Бельцик уже знает, вся страна 73%. То есть мы не просто выиграли, мы выиграли очень уверенно. У нас практически нет вопросов по созданию большинства в городских советах, потому что в некоторых городах оно у нас есть, в некоторых мы говорили и будем говорить с партией социалистов и по созданию большинства в городских советах, в районах, там, где на местах в рамках предвыборной борьбы, я знаю, возникли конфликты и ситуации в городе Басаравянска, несмотря на то, что с социалистами мы говорили о мирной кампании. В Дроки, в Флорештах, там кандидат примария, в ПСРМ, недоволен. Там ему непонятно, оказывается, откуда у Сатова деньги, откуда там наш кандидат и так далее. Мне это все было неприятно, но предвыборная кампания позади, мы выиграли все, что хотели выиграть. Значит, да, обидно, что там буквально одного процента нам не хватило, чтобы бороться в Окнецах, в Аненах. Обидно за Кабу, но все еще впереди. Поэтому я, когда некоторые СМИ сегодня в утром, усатые считают, в принципе, результаты неплохие, у нас результаты не плохие, а самые хорошие, касаемо городов. Там кто-то хвастается примариями, там, где живет по 120 человек, и как их много. Главное, что сегодня люди не доверят правящей власти в городах. Для меня было очень важно, я благодарен всем жителям Гагаузии, которые проголосовали за наших кандидатов. Мы победили во всех трех городах Гагаузии, выиграли почти во всех селах, где были кандидаты. Сегодня некоторые партии, которые хвастаются своими результатами по окончанию второго тура, хочу сказать, что у нас не было кандидатов. У нас покрытие страны было примерно 50%. Поэтому, если считать, на каком месте сегодня наша партия, из тех населенных пунктов, где мы были представлены, то результат у нас просто разгромный для них. У нас во втором туре было 40 сел, из которых мы выиграли в более чем 30. То есть, получается, у нас во втором туре, там, где были кандидаты, 80% мы выиграли. В городах мы выиграли 90%, почти 90%. Поэтому я благодарен всем жителям Молдовы, которые голосовали за наших кандидатов. Нас ждет огромная работа. Ну, в 2014 году мы говорили, мы отчиняем... Лосатый дупо инаугурарии, а деканула лосатого, то есть тот мураш Болтс, тот муниципе Болтсо срамы и фарапа. Дин кауза датурилор, которые у фоскрияты в последние 20 дня. Пастос, штиу, что там проблемы держащих с окидаря салариев. Для меня у фоскорпризов, где 390 млн. Дин бюджет Болтсо, то есть, премария действия неаза до арену жур на 835 млн. Когда у мурашка был в праве связку, 137 млн. Дин бюджет и это импусиве, даже. Мерчим и наиндим. У них, держа унии идеи, которые в антипу, апропят в Ульфе реализате, не покупаем кто-то. Не покупат шкутуру дой, пиленгаста, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Во-первых, во-вторых, в соцсетях, пожалуйста, посмотрите, появилась фотография, подтверждающая, с комментариями, что примар из населенного пункта Роковец, которого показывали все телеканалы с перевязанной головой Кстати, я сразу обратил внимание на одно, что он у нас поцарапанный весь, а говорят, били бейсбольными битами в масках Его как били, рикошетом или как? Оказывается, вы даже если увидите фотографию этого автомобиля Тача, там как раз мятина на крыше автомобиля перевернулся, в котором был этот примар от ЛДПМ Потом пришли некоторые умные советники из районного офиса ЛДПМ, которые говорили, ну-ну-ну, хай, ну спой, не миг здесь приоксидент, мы, не спой, не миг тут бандит целый усатый Короче, хочу сказать, что эта афера им не помогла Значит, обвиненный в рукоприкладстве примар от нашей партии господин Митрофан выиграл, не помогла им ни сказка с бейсбольными битами А сегодня, на самом деле, мы будем обращаться в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело, что за автомобиль, что за рикошет от бейсбольных бит Я тоже, к сожалению, попадал в ДТП, плюс видел, что происходит с некоторыми спортсменами, особенно боксерами, которым попадает в голову перчатка А тут били бейсбольными битами и поцарапались в голову, понимаете, ну, то есть, есть вопрос Такое ощущение, что его царапал сам Филат из-за того, что он набрал 20% в первом туре Потому что, когда наш кандидат имеет 42, а ТЛДП М-20, какой смысл кого-то бить? А его хотели сделать жертвой, попробовать выиграть выборы Значит, населенные пункты и в Гагаузии, и на севере, и в центре, на юге, где мы выиграли Значит, в ближайшее время будут встречи со всеми примарами Мы начнем проводить аудит в примариях, разбираться, чем занимались наши коллеги до нас Значит, сегодня, занимаясь бельцами, я буду помогать всем нашим примарам В том числе материально То есть, я буду продолжать строить спортивные площадки То есть, мы начнем делать что-то за свои деньги Сейчас уже понятно, как все это правильно сделать с точки зрения закона Чтобы мы не возбудили еще три уголовных дела Тем, что есть Но мы будем развивать и села, где мы выиграли И города, и муниципи В Бельцах будет создан инновационный центр Национального значения Сегодня я получаю сотни тысяч людей Сотни тысяч писем в фейсбуке, в одноклассниках, на почту лично От людей, у которых есть очень много хороших идей Сегодня мы должны уйти от тех примитивных правления Которые существовали в течение последних 20 лет Есть очень много ребят, которые советуют со знаком плюс Значит, был подан сегодня пакет документов Миньоз Для регистрации фонда Рената Усасова благотворительного Значит, параллельно в ближайшее время будут поданы документы На регистрацию инвестиционного фонда То есть, я хочу, чтобы эти ребята, которые будут приходить в этот центр Которые будут открыть в Бельцах Мы рады будем видеть там талантливых людей со всей страны И те идеи, которые можно будет реализовать Помочь им дать некий стартап То есть, это начнет функционировать при поддержке инвестиционного фонда Будем искать деньги, будем привлекать Будем привлекать инвесторов Сегодня уже приходят многие Появились некоторые инвесторы из Германии Которые уже хотят инвестировать в Бельц Сылаясь на то, что раньше были какие-то препоны Кто-то им мешал Я не сильно буду разбираться после выборов, кто мешал и зачем Меня интересует, чтобы как можно больше проектов пришли В те города, которые мы выиграли Если кто-то захочет перенять наш опыт Использовать это в тех городах Где мы не выиграли, либо не участвовали Потому что, повторюсь, еще раз Мы выиграли везде, кроме Кабула Кабула, Анен Единиц, сорок окнется в стране То есть, во всех остальных здесь кандидатов Мы победили Значит, будем двигаться Очень надеемся, что мы все-таки будем заниматься работами Той работой, которая нас ждет во всех примариях Потому что достались они нам в очень тяжелом состоянии Хотя я уже вижу попытки Мне уже придумают по два-три допроса в неделю Прилетел с Москвы, никому не был можно Всю прошлую осень вызывали Сейчас начинают вызывать по тому или иному вопросу Но я буду ставить условия Хотя бы вызывать, пусть вызывают во внерабочее время Или пусть вызывают в субботу Потому что мне нужно заниматься городом А не разбираться с уголовными делами Кто отправлял картошку, ела вену В предвыборную кампанию прошлого года И все остальные уголовные дела Бредовые, которые у нас есть Поэтому Хочу Поздравить всех наших кандидатов По всей стране, которые выиграли Поблагодарить всех граждан Которые им доверили В городах Мы доказали И то, что я говорил В предвыборную кампанию Что они возьмут в городах сколько-сколько смогут А мы сколько захотим Примерно так оно и получилось Есть сюрпризы В некоторых населенных пунктах Где мы не ожидали Победы не буду назвать Но там Населенные пункты Где родился тот или иной политический лидер Молдавский Это говорит о авторитете Руководство страны Они хвастаются другими Примариями А проигрывают у себя дома Поэтому Будем держать вас в курсе событий И наборацию Которую планировал Бельцик на 4 июля Скорее всего Будем отменять на субботу В городе тяжелейшая ситуация Поэтому Не будем мы, наверное, проводить Никаких концертов Никакой наборации Есть что делать с этими деньгами Тем более, что 28 августа День независимости День независимости у нас может быть Самой красивой за всю историю Молдовы Причем он пройдет в Бельцик впервые Если я не ошибаюсь Сусти меня за мной Сусти меня смысл Сусти меня за счет Молдовы Ласфаке Ла Чишнал за индипидент Сусти Как мы Ла Чишнал Ла Бельца А мы Ла Бельца В результате в муниципе Тишнева и сейчас достигают профессионализм в экипе, достигают спекуляции или легать идеи геополитикам, а в фото передачи от осенней униска у него хорошего, а униска униска геополитикам. Геополитикам, Геополитикам, Геополитикам Островуобрируется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я еще в этом не так разбирался год назад, сегодня, слава Богу, разбираюсь. То есть у нас электорат... Вот посмотрите конкретно, мы берем город Дрокия, да? Север Молдавии его называют пророссийским все, хотя я все-таки считаю, что все города в стране должны быть промолдавским. Мы вышли во второй тур социалистов. Наш кандидат набирает 80%, их набирает 20%. То есть вот вам и ответ. 80% как бы понимаете, электората, там электорат и темпартии, и ЛДПМ, и минимально либералы, и коммунисты, и кто угодно. Вот социалисты взяли в Дрокии 20%, мы взяли 80%. То есть в Фалештых, если мы взяли 80%, то это можно увязывать с моим местом рождения. Ну, в Дрокии, как бы понимаете, я не родился. То есть я люблю Дрокию так же, как все другие города. То же самое дальше. Мы были во втором туре с ПКРМ Дандюшанов, где мы набрали 67%, коммунисты, соответственно, там 30% с хвостиком. То есть опять же, понимаете, почему у нас не просто победа, а разгромная победа во всех городах? Потому что у нас есть электорат абсолютно разный. Поэтому я и говорил, что, ребят, мне не верили год назад, когда я говорил о том, что мы при первой попытке регистрации партии наберем не меньше 10%. 90% аналитиков утверждали, что мы не наберем даже 6 проходов. Если бы нас не сняли, мы бы набирали больше 20%. Поэтому, исходя из того, что произошло, в том числе в Гагаузии, вы посмотрите. Есть партия социалистов, три кандидата. Везде выиграли мы. Хотя в Гагаузии проголосовали 98% на референдуме за Домовый Союз. То есть это говорит о том, что, ну, во-первых, американцы, когда пишут своих отчетов, усатый – это феномен молдавской политики, это вирус, который заходит в дома без того, чтобы спрашивать, ждут его люди там или нет. Мне понравилось это их заключение, когда назвали вирусом. Говорят, ему не нужно телевидение, ему дать трактор, кусок сцены и так далее, он разберется без исцеления. Ну, плюс то, что родился в интернете. Поэтому, со всей ответственностью вам говорю, что мы реально претендуем на большинство в парламенте, на ближайшие парламентские выборы. Значит, если выборы пройдут осенью, октябрь-неябрь, то мы наберем процентов 35-40. То есть мы, боюсь, не сможем. Если выборы будут так, как я понимаю, все-таки, март-апрель 16-го, то тогда мы берем большинство 100%. Поэтому, если Плохотнюк решит проводить досрочные парламентские выборы, решает он, а не ФИЛА, то он их будет проводить все-таки этой осенью, потому что в следующей осенью они все проснутся в интерполе. Ну, какой смысл запускать Усатого с 60-ми процентами иметь большинство в парламенте? Ситуация примерно такая. Послушайте, у нас, во-первых, все предели, поэтому ситуация с Кашей простая. Если бы у нас был какой-нибудь свой журнал или про ТВ, им бы ничего не помогло. И Кашу бы выиграл при Мариуме. Сегодня была проблема в том, что он не мог появляться в СМИ, потому что поставить рядом. Почему Киртока отказался от дебата? Не помню, какой телеканал. Говорит, да еще не вини. Вини, там, Кашу делал Саты. Не-не-не, мне туда идти не надо. Потому что Кашу его умнее, порядочнее, честный парень, более образованный. Понимаете? Поэтому Киртока, несмотря на свои фигли-мигли, ну, то есть, однозначно бы ему проиграл на дебатах и цифры год-друга. Кашу является, Ильян Кашу, это заместитель председателя нашей партии. Сегодня, поймите, иметь треть городов в стране и те села, где мы их выиграли, наши, понимаете, им должен кто-то заниматься, подсказывать, выходить именно на встречи с жителями. Я же сказал, что раз в три месяца все наши примары, неважно, от города или села, будут выходить и докладывать жителям, что сделано за три месяца и что планируется на следующие три. И он должен ответить на все вопросы, пусть стоит там хоть целый день. Как вы понимаете, это нужно делать вместе с представителями центрального офиса. То есть, сегодня каждый-то человек, который, я уверен, что сможет помочь подтянуть часть управленцев в территориях, потому что у него есть этот опыт, и он заканчивал там одну из лучших академий в мире. Поэтому сегодня будет ревизионная комиссия нашей партии, которая будет рвать наших примаров во всех городах Ещёллах. Я уверен, больше, чем счётная палата вместе с экономической полицией и генпрокуратурой. Потому что, не дай бог, поступит какая-то жалоба, я не буду узнавать в новостях, что произошло в том или ином населённом пункте. Не дай бог, где-то возьмут деньги, как у нас привыкли уже. Даже в садик невозможное ребёнка устроить без взятки. Я уже не говорю про школы, трудоустройство и так далее. Я сегодня прекращу любые спекуляции на тему эмбарби. Я добьюсь того, что на севере Молдавии проведу сейчас этот экономический форум, он экономический, но и сельскохозяйственным, там будет два в одном. Я просто хочу вообще снять проблему эмбарби. Не надо снимать там по 5-6 компаний и так далее. Надо вот все, кроме тех, которые занимаются реэкспортом, превращают польские яблоки в молдавские, в атаку. Те, кто не возят аргентинское мясо или бразильское, которое становится молдавским по документам, потом идёт в России. Значит, это нужно будет всё решить ударами, закрыть путь. Потому что люди не получают зарплаты на полях. И я не пойду по тематике, а там как бы ЛДПМ, там импартия, вот все, которым могу, вот всем решу одним ударом. И пусть идут, я буду заниматься городом, городами, а не пусть заниматься сельским хозяйством. То есть есть у меня чёткое понимание, есть что делать людям, вот про которые вы говорите. Партия должна развиваться, нужно укреплять организации в территории. Есть люди, к которым наши коллеги, к которым у меня есть огромное количество претензий по результатам работы. Ну то есть, которые там год что-то делали, я не вмешивался, чтобы вы знали. Ни в один список, ни в селе, ни в городе, ни в район. Я не говорил поменять и тех местами, поставьте, я не влиял. Мы, наверное, единственные, где люди сами решали на местах, как формируется список. Районы советников, городских, сельских. Мы единственная партия, подчёркиваю. И сегодня я там получил несколько пощёчей неприятных для меня. Поэтому сегодня многие люди, которые я хорошо знаю, которые считают, что очень хорошо знают меня и считают себя где-то своим, они уйдут из партии в первую очередь. Это отдельная история. Через месяц, я думаю, что проведу анализ всего того, что было, в том числе и в Кишиневе. В Кишиневе не имели права набирать меньше 15%. Не имели морального права. Я говорю про муниципальный совет. Поэтому, поверьте, я не буду ждать, когда я говорю про другие партии. Если у нас проблемы есть внутри, они будут решаться так же жёстко, как и с нашими некоторыми, так называемыми, политическими конкурентами. Потому что, куматризм, я сначала прекращу себя, а потом буду бороться на эту тему в других партиях. И результаты этой борьбы будут видны в ближайшее время. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитụ-то... Собирает руководителей. вагницкий мягкий вентильный напор и употребляет слепа шум маузолил дела колонит заполонения импортант ксэйват педанста цокол граммаёра дирек мобини севат лакрику вадик там маузолил дадим ким посрать бене маму смеск в адрес козе бун и треску бур мерчиму на инстинсиву раковому венчу деграбан поцар кумас коз для того чтобы посадить зло мы будет все добро спасибо дирек мобини севат лакрику венчу деграбан